Друзья, всем привет! Девочка спала 10 лет. Никто так и не смог разгадать ее тайну. Эллен Седлер родилась в мае 1859 года в тагодетной семье. Поначалу девочка ничем не отличалась от своих сестер, братьев. Она появилась на свет здоровой и нормально развивалась. Эллен начала работать с 11 лет. Она была няней в зажиточной семье. От шумных ровесников ее отличало то, что девочка была задумчивой, мечтательной и ей не нравились подвижные игры. Со временем у Эллен появились приступы сонливости. Все чаще она жаловалась на головные боли и постоянное чувство усталости. Конечно, это влияло на качество ее работы и поэтому девочку уволили. Тогда родители пригласили к Генри Хеймана, доктора. Он диагностировал у девочки опухоль и предположил заболевание позвоночника. Ее положили в местный госпиталь, но это привело только к ухудшению ее состояния. Поэтому девочка была отправлена домой. Как только Эллен вернулась домой, она пережила несколько необъяснимых припадков, а после легла спать. И потом девочка проснулась только спустя 9 лет. Новость о спящей девочке быстро облетела окрестности. В Турвиль устремились со всех уголков Англии, чтобы посмотреть на Эллен. Родители не были против, поскольку это приносило им доход, которым они нуждались. Ходили слухи, что приезжал даже принц Уэльский. Полиция даже проводила расследование, но ничего выявлено не было. Эллен продолжала спать, а посетители сами оставляли деньги для семьи. Журналисты интересовались, как же девочка питается. Мать рассказывала, что выливает ей жидкую пищу в рот с помощью маленького чайника с тоненьким носиком. Несмотря на сомкнутые челюсти, пища попадала в рот благодаря отсутствию одного зуба спереди. Общество было уверено, что полное медицинское обследование поможет найти причину. В 1880 году мать Эллен умирает от сердечного приступа. Уход за спящей девочкой ложится на плечи старших сестер. К тому времени Эллен уже исполнился 21 год. После этих событий Эллен проснулась. Обследование не выявило никаких отклонений, кроме проблем со зрением и некоторой задержки роста. Несмотря на внешнюю взрослость, Эллен продолжала быть ребенком. Спустя время Эллен оправилась и смогла вернуться к нормальной жизни. Поскольку большую часть денег, которые приносили любопытные, уже потратили, Эллен была вынуждена самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. И ее репутация спящей красавицы в этом ей способствовала. Через два года Эллен вышла замуж за фермера. В браке у них появилось шесть детей. Эллен умерла в 1901 году, но причина смерти не была установлена. В случае Эллен породил много слухов о колдовстве. Вполне возможно, что кто-то из членов семьи накачивал девочку какими-то средствами, чтобы она спала. Иначе, как объяснить столь чудесное выздоровление Эллен после смерти матери? И думали, что это делала мать. Тайна так и осталась тайной. Врачи начали изучать этот вопрос, но долгие годы не могли понять, что это за заболевание. Современная медицина применяет для такого описания случай, как нарколепсия. Это редкий случай, когда мозг заставляет человека засыпать на продолжительное время. Нарколепсия не вызывает долгосрочных проблем со здоровьем, но приводит к серьезным психическим проблемам у тех, кто теряет большую часть своей жизни во время сна на протяжении многих лет. Возможно, что Эллен Седлер умерла так рано и неожиданно из-за того, что страдала от депрессии. Ведь сколько лет жизни было потеряно? Друзья, а что вы думаете насчет этого случая?